Про интеллект. Третий ресурс, который необходим для того, чтобы чувствовать себя хорошо, уверенно и не впадать в выгорание. Это нужно всегда заниматься прокачиванием. Когда ты работаешь, у тебя очень много сил уходит на решение задач, и потом ты просто, блин, я уже ничего не хочу делать, я не хочу там учить. Но есть такие вещи и приемчики, которые можно тренировать, не напрягая мозг. Я для себя открыл такую тему, что я просто беру любой шот на дрибл, который мне понравился. Копирую текста, складываю заметки, запоминаю, как это располагается, за 5 минут быстренько накидываю в Warframe, чтобы понимать, вот это вот так вот было, потом вспоминаю какие-то цвета и делаю свою версию. Я никуда такие работы не выкладываю, это просто моя тренировка, просто душно. Я трачу на это от 20 до 30 минут, но в конце я такой, да, прикольно, то есть я почувствовал какую-то новую стилистику, научился чему-то новым, то есть я прощупал концепт. Мы дизайнеры всегда вдохновляемся, заходим на дрибл, бихан, смотрим на работу топовых дизайнеров, как они все делают, и блин, офигенно, думаю. И ты смотришь, запоминаешь, вроде бы у меня тоже такое получится. Но когда ты начинаешь работать в серьезном проекте, у тебя столько когнитивной нагрузки, что ты просто не можешь вспомнить, что это там тогда изучал. И для этого есть подсознательное. Это то, когда ты, например, садишься на велосипед, начинаешь ехать на нем, и ты не думаешь, как ты крутишь педали, ты не думаешь о том, как ты дышишь, как ты смотришь, как сердце твое бьется. Это все заложено уже внутри. И когда ты часто практикуешься, у тебя такие вещи начинают, как композиции, цвета, они тоже складываются туда в подсознательное, и ты просто садишься и вот так вот делаешь этот другой момент. Блин, да я не понял, как я это сделал. То есть как-то случайно получилось. А фишка в том, что твой прежний опыт скомбинировался, и твоя система нейронная, как это все выдало. И ты такой, блин, прикольно. Очень часто, когда общаюсь с топовыми дизайнерами, они редко могут объяснить, как они достигают такого результата. И фишка в том, что реально топовые дизайнеры, они не заточены как бы на понимании процесса того, как они это делают. Этим занимаются преподаватели. То есть им нужно передать информацию, они по ним стараются понять, как они это делают, и потом уже передают в массу. Вот. А те, кто постоянно практикуют, им порой объяснить труднее. Но если ты у них спрашиваешь, слушай, а как бы ты вот этот блок сделал? Они тебе столько вариантов просто накидывают, просто вот так вот. И ты такой, блин, офигеть. В общем, пробуйте и тренируйтесь. Еще бы вам посоветовал оптимизировать свои ресурсы, ресурсы, ну, в плане обучения. Я мало чего читаю по дизайну, потому что у меня есть подписка по жизни на журналы. Они раз в неделю присылают мне выжим всего самого крутого, что по дизайну вышло, по типографике, по брендингу, по новым технологиям, по 3D, различные ресурсы. И ты заходишь, у тебя 200 сообщений в Телеграме, и ты такой, все, у меня свободное время, такое вот это интересно, вот это я не буду читать и закидываю себе в папку избранное. И потом я нахожу для этого время, на этой же неделе, захожу и изучаю уже детально каждый ресурс. Фишка в том, что нужно изучать, что ты нашел. Если ты этого не делаешь, а просто копишь, то это так-то не останется. Я очень часто этим грешил, и многие люди этим грешат. Они такие, о, классная статья, надо потом почитать. Сохранил себе. Тык-тык-тык-тык-тык, и у тебя потом уже такая кипа большая, и ты такой, а, нет. Насчет работы, смотрите, вот есть Dribble Behance. Мы туда заходим, вдохновляемся, и там есть реально классные вещи, но проблема Dribble в том, что это, ну так скажем, в большинстве случаев это вранье. То есть там картинки приложений, которые не выглядят так, как действительно работают приложения. То есть там немножко компенсации визуальные, немножко там паддинги, там по-разному все сделано. А когда разработка собирает, там все немножко по-другому. Вот. И когда вы работаете над серьезным проектом, ну или вообще над любым проектом, я сейчас говорю про мобильный интерфейс, но также и по вебу можно найти ресурсы, которые можно использовать как реф. В чем фишка? На Dribble и Behance вы заходите в первую очередь для того, чтобы собрать какие-то эмоциональные рефы и какие-то crazy идеи. А если вам нужно делать продукт и нужно делать быстро, то я вам советую использовать, например, сервис Chamju либо Mobin. Там фишка в том, что они просто делают скриншоты приложений и выкладывают их. И ты заходишь и такой, ага, это вот так вот сделано, вот так вот сделано. У нас не всегда есть возможность там скачать приложения, потому что они закрыты как, ну, для региона. Где просто иногда не хочется устанавливать, потом регистрироваться, там нужно использовать иностранные номера. Вот. Не у всех это есть. И вот этот сервис очень сильно спасает, потому что ты заходишь, выбираешь категорию, бизнес, там развлечение, финансы и ты смотришь конкурентов, ты анализируешь их, как они это сделали, как они это выглядят. И на первом этапе для того, чтобы сделать хороший дизайн, тебе сначала нужно сделать просто нормальный дизайн. Не нужно сделать сразу вау, там супер классно. Ты делаешь просто такую норму, которая на рынке среди конкурентов не будет выглядеть низко. Вот. Вот на первом этапе. За счет того, что ты очень быстро сделал первый этап, у тебя остается еще ресурс на дотюнивание. И ты можешь там с заказчиком пообщаться, узнать у него проблемы, а как лучше, а то ли мы в том направлении идем. И вы потом начинаете искать какую-то изюминку в проекте и начинаете делать либо там анимацию, либо как-то визуальную эстетику там улучшать. Для того, чтобы сделать классный продукт, на нем нужно потратить очень много времени, но при этом ты должен иметь огромный багаж знаний и опыта для того, чтобы что-то получалось. Мне кажется, что за мои семь лет я еще не достиг вот того нужного необходимого. Я только как будто чуть-чуть дотронулся до той лиги, где мне классно находиться. И я понимаю, что раньше как будто я работал немножко не так. Я всегда хотел прям сделать супер, вау, не так, как у всех там, чтобы просто заходил на сайт и тебя встречал там супер, 3D какая, ну прям взрыв мозга. Вот. Но меня жизнь очень быстро обломала на рынке. Она говорит, «Чувак, ну ты сделаешь, а кому это надо? Как ты это продавать будешь? Бизнесу как ты это продашь? Как ты объяснишь вот эту свою реализацию?» Не знаю, ну как, ну красиво же. Вот. И со временем я начал понимать, что самое главное, чем занимается дизайнер, это не делает красивые картинки, а он создает идею, точнее реализацию идеи, которая помогает решать проблему. Яндекс.Такси, например. Вот представляете, раньше-то нужно было по телефону позвонить, у тебя визитка была, такси-служба. Так, заберите меня здесь, отвезите туда. Сколько это стоит? Ну это же вообще трэш, особенно для интроверта. И Яндекс.Такси, пожалуйста, тык-тык, все, спокойно. А как у нас, когда впервые появилась Apple Pay, ты просто прикладываешь телефон. Ну магия какая-то. То есть дизайнеры, по сути, они создают такие вещи. Они делают комбинацию двух идей и делают мир лучше. И это позволяет как бы гордиться своей профессией. Мы реально достойные бойцы, которые улучшают этот мир. Это очень прикольно. Моббинг – это тоже ресурс, который я использую часто для ресерча. И он мне помогает понимать еще, знаете, моменты верстки. То есть, когда ты смотришь на дрибл, там текст хорошо расположен, там висячих предлогов нету, там все ровненько, идеально. Когда ты заходишь на такие приложения, смотришь, они как бы чуть-чуть отличаются. Ты такой, блин, ну что-то здесь не так, что-то здесь неровно, почему они так плохо сделали. Со временем ты понимаешь, когда общаешься за заработкой, что некоторые вещи просто, ну, трудно затратно сделать. И проще сделать максимально простым способом. И, собственно, все компании, которые нацелены на то, чтобы, во-первых, реализовать свою идею, во-вторых, нужно еще и компанию поддерживать, нужно деньги получать. Они выбирают самые быстрые вещи для реализации. И на самом деле мир так и построен. То есть нужно делать максимально простым, но эффективным путем. То есть мы, дизайнеры, ищем этот путь. И для того, чтобы делать круто и классно, нужно поработать как можно с большим количеством проектов. Поработать как с огромным количеством людей. То есть у вас должна быть цель с тем, у того опыт принять, у того поработать в медицине, изучить, как работает там бизнес. Вот даже вот если вы, например, студент, пообщайтесь с преподавателями и узнайте, а почему ты стал преподавателем? Типа, какой тебе от этого профит? А почему ты нас именно так обучаешь? То есть постарайтесь понять вообще все, что вас окружает. То есть задача дизайнера реально понимать, что происходит, находить проблемы и устранять эти проблемы. То есть мы чуваки, которые решаем проблемы.